Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Катя! Здравствуй, Виктория! Хотелось бы сегодня с тобой поговорить на тему цели и мечты. Цели и мечты. Надо ли мечтать? Цели и мечты – это одно и то же или это разное? Поделись, пожалуйста. Разные. Это разные понятия. Наверное, не зря люди их так нарекли – цели и мечтами. Я думаю, что это обязательный элемент реализации человека. И мечты, и цели. Потому что мечты – это то, что дает нам энергию. Это то, что расширяет наше мышление. Вот мы когда-то… Лирическое такое вступление. Когда-то я вообще не умела мечтать. Я не понимала. Люди, которые говорили, что они любят мечтать, я считала, что это идеалисты и романтики. На самом деле в глубине души у каждого человека есть какие-то желания, которые люди даже не всегда могут выразить. И потом, когда я уже определенный жизненный путь прошла, я поняла ценность мечты. Так вот, что такое мечта? Это такая субстанция, это такая энергия мысли, которая позволяет нам выйти за рамки нашего сегодняшнего мышления. Потому что мы, когда росли, мы формировались как личность под влиянием определенных людей. Родителей, школы, соседей, друзей. Вот у нас было какое-то окружение, которое накладывало на нас свой отпечаток, свое вымышление. И мы росли вот в этих границах, в этих рамках. То есть, допустим, человек родился в бедной семье, с установками у родителей, что жизнь тяжелая штука, что деньги зарабатываются тяжело, деньги зарабатываются по крупицам, а зарплаты до зарплаты не хватает. Вот когда такие установки сидят в голове, человеку очень тяжело выйти за эти рамки. Но когда он видит, на примере других людей, в городе, там, где он живет, куда он выезжает, он видит, что люди живут совершенно иначе, он начинает, если у него есть такая потребность, стремиться к этому образу жизни. И он начинает себя совмещать с этим образом жизни. То есть, он начинает вот эту границу раздвигать. Он начинает образовывать туннель вот в этих рамках. Туннель, который позволяет наполняться его личности энергией и двигаться к тому образу жизни, который он хотел бы вести на самом деле. То есть, энергия, мечта – это та сумасшедшая энергия, которая нас может вытащить из того состояния не всегда хорошего, где мы находимся. Это та субстанция, которая нас расширяет, увеличивает. Поэтому жизненно необходимо многим людям научиться мечтать, научиться идентифицировать себя с тем образом жизни, который они хотят вести, наблюдая за людьми, которые уже реализовались там, где мы хотим реализоваться, смотреть, как они себя ведут, представляя себя вот в том материальном достатке, который хотели бы. Или, допустим, если материальный достаток не в приоритете, путешествия, значит, для многих людей путешествия очень важны. Представляя себя путешественником, рассматривать слайды или программы, как человек путешествует, расспрашивать людей, которые путешествуют, идти в турагентство и расспрашивать их. То есть, находиться в этой теме и расширять свое мышление, и визуализировать эти картинки все, заполнять их эмоциями. Рано или поздно перебор энергии будет такой, что человек начнет действовать. И вот когда у него человек чувствует, что вот действительно пора двигаться к своей мечте, ему тогда нужно устанавливать цели. А цели – это конкретика. То есть, вот я хочу этого, а что я буду делать? Какие шажки я буду предпринимать? И цели бывают большие. И эти цели, не всегда человек чувствует, что он может их достигнуть в ближайшее время, но то, что он уже себя как-то увидел вот в этом образе и хочет так быть, да, уже это наполняет его энергией и позволяет ему делать маленькие шаги. И вот эти маленькие шаги постепенно будут его силу увеличивать, 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 разбить большую цель на маленькие цели, и тогда этого слона большого и розового можно съесть по кусочкам. То есть, к своим целям прийти, а в конечном итоге реализовать и свою мечту. То есть, это раскрытие человека, раскрытие личности. Поэтому я считаю, что цели мечты – это очень важные, это, скажем так, доминантные понятия в нашей жизни. Тогда такой вопрос, надо ли мечтать в одиночку, тихо, спокойно, чтобы никто не знал и не сглазил, да, как говорят в народе, или о своих мечтах нужно рассказывать всем, знакомым, родственникам, всему миру. Как ты думаешь? Я думаю, что есть разные подходы к этому, к этой теории, нужно ли делиться своими желаниями или нет. Я предпочитаю делиться своими мечтами, своими целями, своими желаниями с людьми, от которых я чувствую обратную конструктивную связь. То есть, я смотрю на свое окружение, и я думаю, я фильтрую, с кем мне, какими мыслями делиться. То есть, те люди, которые, я знаю, что они подхватят мою мысль, которые могут помочь, которые могут помочь советам, которые могут просто поддержкой, хорошим словом и верой в меня, с теми людьми я делюсь. И обычно мы чувствуем это, кому говорить, а кому не говорить. А если мы вынуждены соприкасаться, бывают разные ситуации в жизни, с людьми, которые не верят в себя, да, соответственно, не верят в других, и люди думают разрушительно, неконструктивно, не надо с ними делиться. Потому что бывает так, что один косой взгляд, один скептический взгляд, одно какое-то слово, оно может убить самооценку человека, оно может его разрушить, цели мечты, и человек складывает руки и говорит, у меня это никогда не получится. Понимаешь, нужно чувствовать по силе своей, способен ли ты сейчас делиться своими мечтами или нет. Бывает так, что когда ты работаешь с людьми, бывает так, да, есть люди спикеры, есть люди эксперты в каких-то областях, они ведут тренинги, и они должны озвучивать свои цели и мечты. Почему? На эти цели и мечты приходят люди одинаковой с ними энергии, люди в одинаковых мыслях находящиеся, люди, которые единомышленники твои. И когда нас много, когда людей, двигающихся в одном направлении много, это многократно усиленная энергия. Поэтому эти люди, спикеры, вынуждены делиться своими мыслями. Но когда человек уже выходит в аудиторию, да, выходит к людям, это значит, что у него уже значительно больше энергии, чем у этой аудитории. И он может справиться с тем негативом, который пойдет от разрушительных людей. Потому что в зале или там вот когда онлайн занятия какие-то, ты не всегда вычислишь, сколько людей деструктивных, сколько людей конструктивных, преобладающих. Не бывает так, что вот совсем конструктивные, совсем деструктивные, да, есть преобладающая конструктивная энергия, преобладающая деструктивная энергия. Вот поэтому я думаю, что есть ситуации, в которых стоит делиться и нужно смотреть, с кем ты делишься. По большому счету, твои цели, мечты, это твое сокровище. Так вот нужно думать, это твоя энергия. Кому отдавай свою энергию, а кому не отдавай свою энергию. И что человек сделает из твоей энергии. Или он ее убьет, нивелирует, да, или он ее дополнит, и она разрастется. Интеллект надо включать. Мечтать и ставить цели. Спасибо, Катя, за интересную информацию, за то, что ты поделилась своими мыслями. Дорогие друзья, если это видео было интересно и полезно для вас, пожалуйста, делитесь со своими друзьями, родственниками, знакомыми. До новых встреч!